МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Во власти стихии. Каким разрушением привела гроза в Барнауле и какой погоды ждать в ближайшие дни? Как барнаульский зоопарк отметил день рождения? Маленький. Маленький тигр? А почему он больше всего тебе понравился? Потому что он хороший. И по какому показателю наш первый в России? Национальные традиции. Мак и лук. Получается такой вроде бы лук, но в то же время сладкий, с необычным привкусом. Как передают культурные ценности из поколения в поколение? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, после затяжной жары, минувшей ночью на столицу края, брошился сильнейший дождь с грозами и порывистым ветром. Барнаульцев, как всегда, зрелище не только напугало, но и восхитило, о чем все, конечно же, активно стали писать в социальных сетях. На многочисленных видео свидетели запечатлели грозовые вспышки, поражающие и силой, и чистотой. Но помимо красоты, непогода принесла немало проблем. В одном из дворов краевой столицы на улице Георгия Исакова на автомобиль упало дерево, а в Барнаульском аэропорту сообщили, что из-за метеоусловий на два часа позже приземлился самолет «Анталия-Барнаул». Многие в шутку связывают такой ураган с магической силой. Дело в том, что 4 августа 40 шаманов на Священном острове в Иркутской области провели обряд по вызову ливня на тайгу, чтобы потушить лесные пожары. Ну а мы будем доверять синоптикам, они предрекают незначительные осадки во вторник, четверг и пятницу, но уже без мощных гроз. Продолжаем выпуск. Приговор экс-директору Модеста Антониде Устиновой может обжаловать прокуратура. Напомним, ее осудили за взятки в особо крупном размере. Обвинение просило суд назначить Устиновой 8 лет тюрьмы и штраф в размере 14 миллионов рублей, но суд 2 августа приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в 2 миллиона рублей. В связи с этим, как сообщает полиция БРО, высокая вероятность того, что сторона гособвинения обжалует приговор, пока же в Краевой прокуратуре заявляют, что конкретного решения еще не принято, сейчас изучается приговор, после чего станет известно, будут его обжаловать или нет. Срок подачи апелляции 10 суток, то есть до 12 августа. Напомним, ранее Антониду Устинову уволили из Модеста в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. По версии следствия, она получала так называемые откаты по договорам поставки товарно-материальных ценностей для нужд предприятия. Речь шла о 7 миллионах рублей. День рождения отметил Барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Если считать с момента основания создания зооуголка, то парка уже почти полвека. Ну, хотя в нынешнем виде он существует 9 лет. Зоопарк – это не просто коллекция животных. В настоящее образовательное пространство. Ну, например, недавно на территории появилась стоянка древнего человека, розариум. Ну, а перечислять уникальных животных «Лесной сказки» можно очень долго. Лучше увидеть все своими глазами, убедилась наша съемочная группа. Смотрим. Этому львенку меньше трех месяцев, а он уже проявляет характер как настоящий царь зверей. Эти котята – гордость зоопарка. А ведь еще полвека назад все начиналось с двух курочек и двух кроликов. Сейчас семья «Лесной сказки» – это более сотни животных. Фламинго, еноты, медведи, лисы. Чисто, красиво, озеленен. Цветов очень много, розарий заинтересовал вообще. Животные интересные. Все чистенькие, ухоженные. Кабан замечательный, звери все упитанные. Очень хорошо, наверное, за ними здесь ухаживают. О том, что животным здесь и правда хорошо, говорят в Союзе зоопарков и аквариумов России. И это при том, что зоопарк не получает государственную поддержку. По состоянию животных, вот просто выглядят они все очень замечательно. Где огород, там две козочки, и кто-то там давал морковку. То есть животные даже и не хотят есть. Дали им кусочек морковки, они даже не стали есть. С 2006 года директором «Лесной сказки» работает Сергей Писарев. Именно с его приходом на базе «Зоуголка» был официально открыт зоопарк. Кстати, за пару месяцев здесь родилось 69 малышей. И это рекорд в России. Один из них сидит вместе с нами сейчас. Это замечательные львиата, которые у нас появились впервые. Но у нас тигрица каждый год приносит потомство. У нас косули каждый год рождают. У нас олени каждый год приносят потомство. У нас в этом году медведи первый раз принесли потомство. И я могу переселять очень долго. И это как раз оценка труда всего коллектива зоопарка. Потому что если животное принимает решение рожать, значит им комфортно в зоопарке. День рождения зоопарка собрал сотни барнаульцев. Но стоит отметить, что такой поток людей сюда приходит каждые выходные. И, конечно, самые главные гости здесь по-прежнему дети. Мне понравились лиса, волк, енот. И больше всего понравился мне черепаха. Маленький. Маленький тигр. А почему он больше всего тебе понравился? Он самый хороший. Кстати, семья лесной сказки продолжает расти. Скоро в зоопарк привезут дагестанского тура. А в будущем здесь появится белый медведь. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. А команда алтайских наездников стала первой на Всероссийском фестивале Орловского русака и соревнованиях на кубок губернатора Алтайского края. Посмотреть на это зрелищное событие пришли сотни барнаульцев. Ведь обычно на подобных скачках собираются лучшие жокеи со всей Сибири и Урала. Состязания шли два дня. По итогам команда Алтайского края набрала 69 очков и вышла на первое общекомандное место. На второй позиции Республика Хакасия. На третий Красноярский край. Призовой фонд соревнований составил 2 миллиона рублей. Весь сезон готовимся к определенным скачкам. К этим определенно. Результат очень высокий. Резвостя хорошие. Дорожка подготовлена очень хорошо. Кстати, лучшим орловским рысаком признан жеребец Бруклин из Алтайского края. Эту породу лошадей считают гордостью и славой русского коневодства. С песнями, хороводами и необычными пирогами встречали эти выходные гостей в Алтайском селе Борисово. Здесь уже в третий раз прошел фестиваль мордовской культуры. Несколько сотен представителей этого народа из разных районов края и из-за пределов съехались в Борисово, чтобы встретиться, повеселиться и вспомнить о древних традициях. Побывал на маленькой Мордовии и наш корреспондент Илья Кочетков готов поделиться впечатлениями. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это называется «Велень Оскс» – сельское моление. Издревле еще с языческих времен в мордовских поселениях также молились великому богу, прося, чтобы поля были плодородными, дети здоровыми, а люди жили в мире и согласии. Сегодня обряд проводят точно по древним правилам. Чтобы уточнить детали, организаторы фестиваля специально ездили в Мордовию. И самое главное, мы получили добро от Иня Зора, который главный, как получается, князь мордовского народа, Мишанин. Мы получили добро, мы получили клочок, капсулу священной земли вот с этого мара. Такой же особый смысл имеет хоровод. Вот, чтобы принять в себя как можно больше участников, он раскручивается по спирали. И мы друг к другу прижали все народы, то есть там мордва, украинцы, белорусы, татары, чуваши, башкиры. И мы почувствовали, что мы – это одна семья. Чтобы выжить, нужно жить в мире. Эту мудрость жителям Борисова передали их предки – мордовские переселенцы. Они пришли сюда еще в 18 веке. Тогда же на Алтай в поисках свободы и лучшей жизни устремились представители самых разных народов. Память об этом жива до сих пор. Уж как кто-кто, а мордва и украинцы, особенно запорожцы, там мы ж не их всех любим. В этом году в Борисово почетный гость Андрей Бачканов – солист Мордовской государственной филармонии. Он убедился – маленькой Мордовии это село называют заслуженно. Для меня лично было большим удивлением, что здесь до сих пор сохранен язык, сохранена культура, традиция. Даже в некоторых моментах она настолько такая аутентичная, что диву даешься на самом деле. Из поколения в поколение здесь передают язык, народные узоры и, конечно, национальные блюда. Но, честно говоря, если, например, мясной суп букаям лично мне показался просто вкусным и все, то традиция добавлять мак во все подряд стала для меня кулинарным открытием. Вареник с капустой и маком еще ладно, но вот рулетик. Мак и лук. Получается такой, вроде бы лук, но в то же время сладкий, с необычным привкусом. Сочетание на самом деле для меня несочетаемых ингредиентов, которые в итоге дают совершенно неповторимый вкус. Ну, наверное, пожалуй, как и сама… И вдруг сочетается, да? Как и сама мордовская культура. Илья Кчетков, Андрей Печеркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». У меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем эфире.